Известный американский психолог, основатель института исследования семьи Пол Кэмерон считает правильным, что московские власти запрещают гей-парады. То, что опасно для общества, должно быть запрещено, заявил Кэмерон на пресс-конференции в Москве, комментируя такие запреты. Давным-давно Аристофан отметил, что в греческом обществе, где очень часто гомосексуальность принималась как нормальное поведение, Некоторые люди так сильно были сконцентрированы на этом, что они получали такую предрасположенность к тому, чтобы иметь отношения с мальчиками. Все исследования, собранные даже исследователями геями, говорят о том, что те, кто ведут гомосексуальность, гомосексуальный образ жизни, они имеют такую предрасположенность. И до сих пор не расположены к тому, чтобы вступать в брак, рождать детей, и расположены к тому, чтобы заниматься сексом с детьми. Однако, если мы сделаем такие законы, чтобы те люди, которые открыто провозглашают себя гомосексуалами, не могли заботиться о детях, воспитывать детей, приближаться к детям и брать детей под свою опеку. И поскольку закон имеет две основных функции. Первая – это защитная функция. В данном случае она защищает детей. Мы знаем, что закон является руководящим принципом. Можно предположить, что те люди, которые имеют гомосексуальную наклонность, увидят такую дискриминацию в их сторону, подумают дважды перед тем, как проявлять свои гомосексуальные наклонности и поведение. И все-таки захотят вести себя как гетеросексуалы, чтобы иметь возможность опекать детей, иметь какое-то... Он также отметил, что западная цивилизация находится в глубочайшем демографическом кризисе. И нужны особые меры поддержки многодетных семей. В частности, как считает эксперт, многодетные семьи нужно освободить от налогов и ввести для них специальную лотерею. Кэмерон опроверг утверждение различных европейских исследователей о том, что люди с гомосексуальными наклонностями не имеют сексуального влечения к детям. Больше, нежели представители традиционной сексуальной ориентации. Он привел данный опрос, согласно которым 27% гомосексуалистов признали, что имели сексуальные отношения с детьми до 15 лет. Американский эксперт вместе с коллегами провел исследование, в рамках которого была проанализирована информация о случаях растления малолетних, опубликованная на англоязычных сайтах в интернете. Всего было найдено 451 такой случай, причем 45 из них касались растления со стороны приемных родителей или опекунов. В 23 из этих случаев были вовлечены гомосексуалисты. Кэмерон предложил наложить ограничения на преподавание и работу в школе и других детских учреждениях таких представителей ЛГБТ-сообщества, которые открыто заявляют о своей сексуальной ориентации. Сексуальные меньшинства ведут очень активную, агрессивную пиар-компанию. И не только пиар-компанию, но и в целом существует огромное лобби, которое на законодательном, на политическом, на духовном, культурном и иных уровнях проповедует вот эту свою особенность, которую мы называем гомосексуализмом. В России нет ущемления прав, но есть ограничения пропаганды этого образа жизни. И, собственно говоря, закон, который был принят, он именно ограничивает и не запрещает пропаганду. Поэтому я думаю, что общественная палата как раз то место, где фиксируется все то, о чем эти дни обсуждалось, говорилось, и фиксируется с тем, чтобы предъявить нашим законодателям, чтобы они могли четко стоять на страже тех ценностей, которые мы называем традиционными.